Жесткими методами полицейской работы столкнулись двое оскольчан. Представители компании по грузоперевозкам обвиняют правоохранителей из Губкина в похищении. Все подробности у Анастасии Конниковой. Александр Мишин – водитель фуры в компании «Старспецавто». Вадим Хаустов – технический директор. Начали годы они попали в поле зрения полиции по подозрению в хищении щебня с одного из ГОКов. Мужчины наняли адвоката и не препятствовали ходу дела, по их словам, предоставляя все доказательства своей невиновности и активно сотрудничая со следствием. Но 31 января около 8 часов утра к Александру Мишину пришли домой. Когда позвонили в дверь сотрудники полиции, я открыл дверь, они попросили выйти вниз. Я не ожидал, что будет что-то там противозаконное. Вышел вниз с сотрудниками. Мне сотрудники сказали присесть в машину, на что я отказался и сказал, подождите, сейчас я позвоню своему адвокату. Адвокат подъедет, и мы вам дадим объяснение. Такой ответ не устроил людей в штатском. Момент, когда Александра стали заталкивать в автомобиль прямо возле подъезда, попал на камеру видеонаблюдения. Заботливо переставив детское кресло вперед, внезапные визитеры усадили старооскольца на задние сиденья. Надели наручники, забрали сразу же телефон, нанесли удар, чтобы я разблокировал телефон, и они смогли его поставить в беззвучный режим, в авиарежим. Потом мы проехали с ними в Кубкин, в отдел полиции. Они меня завели на второй этаж, в какой-то кабинет, где было трое. Одному из сотрудников был звонок, видно снизу, с дежурной части, не знаю кто точно. Сказали, что меня ищет адвокат. На что сотрудник ответил, что здесь такого нету. Показания из Александра, по его словам, пытались выбить в буквальном смысле. Применяли физическую силу несколькими ударами по голове, я уже точно не помню сколько, два-три раза где-то так. А бери чем? Ну, ладошкой прям с размаха. Все как есть, я им говорил, они мне показывали фотографии, мои машины, я им объяснял, что я находился в этот момент там-то, там-то, работал по путевому листу. В это же время шел допрос и Вадима Хаустова. Его люди также в штатском забрали с работы. Меня вызвали под предлогом забрать документы. Когда приехал туда, где-то там в 10-30 утра, приехал туда, мне сказали, что никакие документы не отдадим. Просто какой-то молодой человек, не представляясь ни кем, сказал, с нами поговоришь, потом пойдешь. Дозвониться адвокату у Вадима тоже не вышло. Один человек впереди пытается забрать, другой подходит, не видел кто, подходит сзади, застегивает на руке, в которой как раз телефон был, на ручнике. В общем, забирают телефон, вдвоем там уперли в стенку, ударили сзади по ногам, чтобы, ну, вперед завалился. Ну и все, завалили на землю, там, уперли, грубо говоря, ногой в спину, чтобы не вставал, руки выломали, сзади застегнули на ручнике. Много людей вышло, естественно, с кем много лет уже работаем, кто меня знает, конечно, это, ну, неприятно, такое унижение. После на том же автомобиле, что и Александра, Вадима доставили в губкинскую полицию. Допросил руководитель, потом остались двое других сотрудников. Ну и допрос их продолжался весь день. Отвели, прокатали пальцы, пофотографировали возле линейки, как будто какой-то там преступник. В полиции старооскольцы подписали какие-то бумаги. В состоянии стресса, признаются мужчины, даже не вчитывались в то, что написано. Обоих отпустили только после того, как жена Александра Мишина с адвокатом написали заявление о похищении. Сколько ты провел в общее количество времени в отделе полиции? Где-то с полдесятого и ориентировочно. С полдесятого утра, 31 января. С полдесятого утра, да, и где-то ориентировочно часов до семи. До семи вечера. Да. То есть фактически ты провел практически 12 часов, полсуток, находясь у них в отделе. При этом я звонил туда, я не только звонил туда, я звонил еще на горячей линии в Москву. Мне пришлось это сделать, потому что когда я приехал туда, еще в 10 часов, мне сообщили просто о том, что тебя здесь нет. Ни я, ни твоя семья, ни кто-либо другой даже не знал и не подозревал, где ты находишься. Никто же не сообщил, что от тебя, в отношении тебя сотрудники полиции города Губкина действуют, именно сотрудники АБЭП. После допроса у Александра диагностировано сотрясение мозга, уводимое растяжение связок и ссадины. Пострадавшие обратили Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Управление службы собственной безопасности МВД. По словам адвоката, началась служебная проверка. Анна Семенова, Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал.